Мы решили немножко отдохнуть. От поиска интересных мест, от ловли попуток, бронирование билетов и взяли тур. Пускай нас повозят и покажут все самые главные достопримечательности Шангрилавк. Это наш сегодняшний тур. Столько много интересных мест у них. Да вообще, как мы тут спим за день? Дэнваз Ти Ви А у нас деревни пошли. А вот там много облачков сидят на горках. Каждая на своих. Какая красотища! Какие виды были во время поездки на автобусе! А это наша первая остановка. Все китайцы сидят в автобусе. Иностранцев выгрузили и проходит ручная регистрация. Возможно, мы въезжаем в какую-то, не знаю, милитаризованную зону или в зону повышенной секретности. Главное, чтобы не запретили снимать. Ну хотя, да ну, глупости. Мы же в тур едем. Все туда едут снимать. Едем дальше любоваться красотами. В Балагизон. Проходите, проходите, гости дорогие. Мы находимся в Триречи и между тремя провинциями. Вот это Юнань, это Сычуань, а это Тибетский автономный округ. И мы прямо вот на стыке этих трех провинций и трех рек. Мы в туре, поэтому нам не только показывают красивые места, но и рассказывают их историю. Сейчас по телевизору показывают передачи про человека, который причастен к строительству дороги, благодаря которой это место стало популярным. Никто не видел, что он сможет построить сюда дорогу. Вот сейчас рассказывает как раз, что в него плевали, кидали камни, говорили, да ты чокнутый. Но он верил в свою мечту и осуществил ее. Гранд Каньон Шангрила. У нас есть полтора часа, чтобы преодолеть 2,5 километра в одну сторону и 2,5 километра назад. Можно идти песком туда-обратно, можно на моторной лодке туда-обратно, а можно туда пешком, а назад спуститься на лодочке. Что хотите? Посмотрим. Я думаю, туда пешком, а назад посмотрим. По стоимости. А то, может, лодочка вот эта вот стоит 160 юаней на человека, а назад, может, 300 для уставших путников. Моя, не пробей резиновую лодку. Пошли. Блинчик, посмотрите. Дорога вдоль скалы. Это вся картотуристическая зона, а мы находимся вот здесь. Сколько же здесь много всего. Шамбала ступа. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы еще в Юннан. Сейчас мы в Сенголи, Ла-Дар-Сягу. Вау, это фондео. Это очень красиво. Но мы еще идем на 2,5 километра. С Гранд-Каньоном, который в Америке, как-то, мне кажется, не сравнится, да? Ну, это же не га-американский, это шон трилашный. Ну, и там мы не были, кстати. Я по видео сужу, по фильмам. Здесь как-то мелковато, мне кажется. Какой ужас! Дети, под вами ничего нет, пустота! Вдоль всего пути расставлены канистры с водой. На случай, если вдруг у кого-то солнечный удар тут хватит, можно умыться. Пить вряд ли можно, а я видел, она не очень чистая. Вот здесь вообще классно. Даже деревья немножко побелены. Зона отдыха для тех, кто устал. Мы прошли примерно 1,5 километра. Мы сейчас идем на землю, мы сейчас идем на землю. Хорошо, что здесь мы идем на землю. Вдруг, мы сейчас идем на землю. Если идем, то можно идем на землю. Вы можете идти на землю. О, мы, похоже, уже дошли. уже два с половиной километра прошли быстро быстро сколько стоит 120 юаней ё-моё чё так дорого то какая тут красота прозрачная вода обалдеть это того стоило чтобы сюда прийти мы прозрачную воду в речках видим в китае очень-очень редко да я прям хочу ее попить знаете как корова так наклонившись вниз вот-вот просто мечтаю 好喝好喝吗 好喝 好喝吗 哈哈 哈哈 Мы думаем, что 480 рублей за моем船, это не так дорого. Поэтому мы решили, что на этом отдыхать 5 минут, потом не возвращаться. Ах, это вода. Я папа даже не хотела. Пойдем У меня модная причесочка Вода просто восхитительная Такая прохладненькая, чистенькая Если бы еще в нее не вступали И муть не поднимали Тогда бы еще, наверное, вкуснее было Хотя нет, привкус песка Тоже многое дает Поехали Уже на 10 минут опаздываем А нам продолжают рассказывать про это место Все выше и выше и выше Интересно, на сколько же мы метров-то сейчас поднимемся Я вижу какой-то монастырь Насколько я понял, вот эти вот сооружения называются ступы Плюс 600 метров Мы только что по серпантину поднялись на 600 метров вверх Я надеюсь, тут снимать можно На всяком случае, пока только одна надпись Не курить Красота Вот тут есть вот типичный тибетский храм нам разрешили в нем снимать единственное попросили не снимать не заострять внимание на статуи богов то есть снимайте вот это вот все великолепие потолок тряпочки роспись резьбу но вот богов пожалуйста не снимайте ну и хорошо мне мне как бы не обязательно показывать эти позолоченные статуи мне главное показать вам у брон убранство а какие виды в окна обалдеть но виды вы уже видели виды видели по часовой везде по часовой 20 минут на храм и мы едем дальше автобус уже полный потому что 20 минут здесь всем было за глаза а нам недостаточно мы же снимаем на китайском и на русском хорошо 360 еще не снимаем здесь побежали это был тибетский храм я так понимаю мы на самой высокой точке сегодня туалет я хочу хотя бы стеклянный мост самый высокий стеклянный мост в китае это же круть нет в азии это стена эхо говорят очень сильно эхо поэтому тут все орут кто от страха кто для того чтобы услышать отголоски своего голоса зиплайн зиплайн нет как-нибудь без офигеть как глубоко как-нибудь без зиплайна вообще следующее у нас по плану деревня человека который популяризировал это место но там мы подробнее немножко послушали что же он рассказывал причина почему он захотел построить изначально сюда дорогу это медицинское обслуживание вот в 10 лет ему надо было выйти из своей деревни потому что ему в глаз попала скорлок металла и пока он шел до врача три дня до макс пять дней шел до врача и в общем глаз пришлось выковырять ему потерял и сказал я я потрачу всю свою жизнь все свои миллионы он кстати очень богатый был сколько у него там бизнесов не знаю но у него было 4 миллиона 4 миллиона юаней потратил 4 миллиона 400 тысяч а 400 тысяч да 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 ну в общем потратил все свои деньги дом продал машину продал но все-таки дорогу сюда построил но прикол в том что там рассказывали какой он был бедный в этой деревне в 10 лет он был до того бедный что даже обувь мая не только в везение дело главное поставить цель и идти к ней мая ты понимаешь что просто так вот лежа на диване тебе никогда не повезет что-то нужно делать о ого как высоко река ниже нас почти на километр ну где там стеклянный мост я хоть высоты и боюсь но все-таки со стеклянного моста вниз смотреть не боюсь потому что нет ощущения опасности опасность если вот-вот и перепрыгнуть это опасность а на стеклянном мосту стоишь никакой опасности стекло точно не треснет не лопнет и вниз не упадешь да если бы вот этого ограждения не было им сюда даже не пошел приценивайтесь к зип-лайну боися ты заикаешься даже еще и не всех в это кресло а уже заикаешь а вот смотрите тут видеокамеру поставили фиксация отрыва от земли дальше всех пролетел если бы там еще на макушке снег был это это было бы просто неописуемо а так описуемо кричи давай кричи кричи не кричат почему они не кричат он сказал кто следующий кретина мне так показалось макс сказал что готов спуститься ты тоже готова больше 45 килограммов ура вот облом то не я запретила и больше 85 нельзя аааа я 93 а я вхожу в этот промежуток но я не хочу к сожалению легкие застрянут посередине пути а меня бекемотика не выдержит тросики и оборвется все да мы не сможем зип-лайном воспользоваться в нашей школе есть маленький зип-лайном на котором можно скатываться но там нужно скатываться по два человека потому что если один он там не важно какого веса в любом случае застрянет в общем пошли два худых и они тоже застряли смотровая площадка с деревянными полами то есть не видно что же под нами находится вот там глубоко-глубоко мы сегодня начали свой тур зелененькие автобусики стоят на лодочках вон сплавляются то есть мы шли вдоль вот этой реки где-то вот туда вот тоже заглянули это и есть гранд каньон с высоты птичьего полета а вот там стеклянный мост ах страх не я бы такому не пойду это не стеклянный мост нет нет не будет боя здесь лё the bouncing лёвkan лёвен лёв мил лёвки 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 лёвк в женщина лёвки Макс, ты совсем страх потерял, что ли? Майя, да вы что делаете-то? У меня сейчас сердце откажет. А давай так же. Нет. Ну все, мои нервы уже совершенно закончились. С ним больше нечем нервничать. Так что пошли, я уже ничего не боюсь. Так что мы пошли на диплайн. Да, конечно. А вам нельзя, вот по правилам. Устал? Голова кружит. Ну что, Леносик, как тебе впечатление? Очень даже хорошо, красиво. Да, красиво, я тоже так думаю. Пойдемте посмотрим, как там у самого обрыва. Вот у нас дети бесстрашные-то. Вообще ничего не боятся. Да, круто, круто. Очень высоко. Прям очень-очень высоко. Прям мне страшно, очень-очень. А мне, да. Я вот дальше уже, смотри, ноги трясутся. Я дальше боюсь вступить. Это очень красиво. Это дерево. С下面 это очень深. А вот здесь есть风. Это очень красиво. Если что, этот мост стоит 1 юань. Точнее, бахилы на ноги стоят 1 юань, а все остальное включено в стоимость тура. А тур у нас? 220 за взрослого с транспортом сюда. То есть я считаю, вполне. С первым автобусиком? Угу, стоит своих денег вполне. Ну а дети, чуть-чуть со скидкой. Только сам тур, автобусы, все перемещение без скидок. Да, только в скидке. Дети в восторге. Они вообще уже страх потеряли. Всякий. Я не ожидала, что это место таким классным окажется. Вообще, это место, наверное, самое лучшее место, где мы были на данный момент в Винане. Здесь и горы со льва. И экшен мост. И что тут только нету. Так классно. У меня прям бальзам на серп. Только нету слова току. Мне тоже очень нравится. Есть только. Молодцы. Я рад, что вам мама угодила, подобрав этот тур. Да. Мама, молодец. Да. Похвалили маму хором. Пожалуйста, пожалуйста. Люблю вас, все ради вас. Еще мне нравится то, что тут страшновато чуть-чуть. Вон это. Где дырочки были? Где дырочки? Да я чуть не обкакался. Где дырочки вам? Чуть страшновато. О, вот это серпантинчик. Едем вниз. А мы хрустим. От страха? Скрижечете с зубами? С крыжечом. Мы в высокогорной деревне. А тут скачут высокогорные козочки. Родственники высокогорных барашек, которые так любыми... Да, 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 высокогорными козочками. Вы куда хотите? Шиповник смотреть что ли? Это даже не рожа, это не розы. Это шиповник. А я вижу храм, в который мы ездили. Да, да. Мы как раз эту деревню оттуда и видели. Да. Я думала, тут будет реальная деревня, а тут так просто. Новодел. Водоснабжение. Нет, нет. А. Давай зайдем, конечно же. Настоящий тибетский дом. Ну, похож чуть-чуть, как Лена сказала. Тут темно. Там показаны вещи, которые им пользуемся. Какие-то подсобные помещения. И лестница на второй этаж. Какая же она крутая. И перил с одной стороны нет. Люди боятся спускаться вперед. Лицом спускается, задом. Чистая родниковая вода. Наверное, написано, не вздумайте пить. Наверное. Потому что она чистая для местных жителей. А городские жители, привыкшие к антибиотикам и современным лекарствам, не переживут, если такое выпьют. Красный уголок в России это называется. Где? Вон. А, это не картинка, Макс. Картинка. Это фото лидера. Дайте эту фотку, Макс. Садись куда-нибудь за столик. Старые фотографии. Вот это похоже на настоящую деревню. Посмотрите, какая красота. А это местные дети. Возможно, на этой фотографии один из тех, кто построил сюда дорогу. О, с этой стороны сколько всяких чашек, пложек, ступ. Что это такое? Ну, что-то толочь, что пудово. Ступа забыли. Да. Сумка для переноски жидкостей. И вот такой вид открывается из окна. Посмотрите. Каждый день бы с утра просыпался, как можно раньше, и смотрел, любовался природой. Ну да, Макс прав. Со временем привык бы, это не казалось бы круто. Это музыкальный инструмент. Сумка. Интересно, прикольно. Понимаю, что музей, но все-таки прям нравится. Еще одна маленькая комнатка на втором этаже. Не, ну знаете, этот дом покруче нашей квартиры. Где? В России или в Китае? Так где угодно, любой. Трехэтажные. Трехэтажные квартиры. Мне больше всего в этом домике виды нравятся. Говорят, в высокогорье самое большое сосредоточение долгожителей. Наверное, из-за того, что мало кислорода, они его меньше вдыхают. Окисление организма идет медленнее. О, еще одна комнатка есть. И поэтому дольше же вот. А я это не видел кому-то. Ну вот, теперь видите. Смотри, старые юани. Я вот желтую и зеленую 2 юани видел. Это 2 дзяо. Да, 2 дзяо. У нас даже такая есть. А остальные... Вот, здесь монетка фэна. Монетка? Где монетка? Не монетка, а вот эта маленькая зелененькая. Это один фэн. Это с полной части. Угу. Ой. Что там? Нет ограждений. И я только подхожу к этому месту, и у меня сразу ноги трясутся. Так, а ты тоже не подходи. Майя. Майя, ты куда полезла? А ты думаешь, зачем эта лестница? Ну, не чтобы туда, чуть не сказал, зрители лазили. Иностранцы лазили. Вот этот мужчина. Вот он, посередине. Именно благодаря ему, вот он, мы смогли сюда приехать. Вот тоже он. Почему ли城市这么遠的地方, 却会有这么多人来看呢? 那是因为, 从前, 这里有个人, 他小时候在練铁的时候, 有一块铁, 不知道怎么弄到他的眼睛里面了, 眼睛受伤了, 只能去看医生了. 但是城市很远, 他花了五天, 才来到了城市, 当时, 他的眼睛, 已经没有办法再治疗了. 所以, 他决定, 长大的时候, 在这修条路, 修完路呢, 就有很多人, 来到了这里. Поехали. Мы можем выйти. Мало! earlier, здесь был Oberyn. Мы здесь можете посмотреть. Здесь будет быть больше вещью. Вот здесь. И вот этот фотография здесь Вот здесь вот... А вот здесь... Подсветная такая же, Подсветная. Вот здесь... Ну всё... Не сидя. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Я очень люблю это. Нет, это не так. Я не могу сделать это. Это не так. Я очень не могу. Я не могу. Это не так. Я не могу. Здесь еще есть 所以 есть как шарик Это-�... Это... 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 Или... Это... Это... Вмн... Вмн... Вот... Вмн... Вот... А сюда видимо... Вот... Вот... Майя скачет по ступенькам. Интересный дом. Здесь, думаю, один такой дом-музей, а все остальное это гостишки? Да не, шучу. Все остальное сувенирные лавки, магазинчики, ресторанчики. Хотя вот этот похож тоже на дом-музей, но в принципе, я думаю, они все одинаковые. Одного дома нам хватит, мы очень-очень уже опаздываем. Вон тот, который ты домик сказал, это музей всяких рукотворных штук, которые тут делали. Все, бежим, бежим, нафиг, домой сегодня не возвращаемся. Можно вот здесь спуститься, пойдемте. Я имел ввиду рукотворные это. Ой, это все на рынке продается. Ладно, бежим. Это не для тебя, девочки. Это для... А туда будем подниматься, к ступе? Нет. Уже не успеваем, да? Ну ладно. Ступа, извини. Это было непередаваемо круто. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok